Всем привет! С вами Трестанье и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такую обложку на ежедневник. Начнем. Берем остатки полимерной глины и раскатываем пласт 2 миллиметра толщиной. Прикладываем заранее подготовленный шаблон и вырезаем по контуру. Теперь необходимо задать основной тон нашей заготовки. Для этого я использую трансферную поталь оранжевого и зеленого цветов. Хорошо прижимаем поталь и резким рывком отрываем ее, так же поступая с зеленой. Инструментом наносим текстуру линии от одного края к другому. Когда внутренняя часть готова, можно приступать к ободку. Для этого раскатываем пласт 3 миллиметра толщиной, складываем его пополам и выравниваем скалкой. Прикладываем верхнюю часть шаблона и обрезаем по контуру. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Прикладываем в заготовку и все примеряем. Обрезаем все лишнее, заготовка готова. Из пласта такой же толщины, по этому же принципу, делаем нижнюю панель, а также боковые. Все примеряем, собираем вместе, лишнее обрезаем. Редактор субтитров А.Семкин Теперь раскатываем тонкий пласт полимерной глины 1,5 мм толщиной. Укладываем на него нашу обложку. Лезвием обрезаем лишнее. Из остатков катаем колбаски, разные по толщине. Дотсом или иголочкой делаем набросок будущего дерева. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я начала выкладывать рисунок со ствола. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Разминаем зеленую полимерную глину, катаем шарик, затем сплющиваем его и формируем точку. Это будет нижний ярус кроны. Текстурируем нашу листву инструментом. Таким образом укладываем всю зелень, формируем окушки и текстурируем их. В некоторые места я добавила еле проглядывающие стволы. Теперь можно придать фактуру внешним панелям. Пастелью черного и коричневого цветов тонируем ствол. Текстурируем Щеткой передаем фактуру внешним элементам. Для дальнейшей тонировки я пользовалась пудрой. Медного, бронзового и золотого цветов. Золотым покрыла корни, медью внешние элементы, а бронзой задала тень между корнями. Отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания внутреннюю часть тонируем черным акрилом. Излишки краски убираем влажной салфеткой. Наша обложка готова. Мне очень понравился конечный результат. Надеюсь, вам тоже. Творческих вам успехов и вдохновения! Вы смотрели мастер-класс обложка на ежедневник Дерева жизни от Тристания? Всем спасибо за просмотр! Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков! Пока-пока!